Здравствуйте, все, кто смотрит это видео. Меня зовут Алиса, и сегодня будет ролик 2 в 1. Во-первых, я покажу вам очередную порцию своей парфюмерной коллекции, а во-вторых, подведу итоги года, потому что все флаконы, которые вы сегодня увидите, были куплены в 2022. И давайте же скорее начнем их перебирать. Шанель. С Шанель у меня в этом году не густо. Я купила всего один флакон, да и тот можно назвать парфюмом с натяжкой. Это спрей для тела Огуш, красная вода из новой линейки от Шанель номер 1. Там косметика с камелии, у меня был крем из этой линейки, увлажняющий, очень хороший, благополучно я его прикончила. И вот этот спрей я купила, он без спирта, для не спиртового раствора ароматизированного на коже и на волосах держится достаточно уверенно около 3-4 часов. Это нежный запах розы с ягодками красными. Приятный легкий парфюм, не парфюм, спрей. После душа утром, вечером, не знаю, после спорта, после бассейна, перед сном на чистое тело нанести и очень приятно вы будете пахнуть. С Диор дела обстоят немного повеселее. Два полноценных флакона у меня. Один из них Диорама. Это линейка «Лекрасив демседья», творение господина Диора, переизданные шедевры Диор разных лет. Диорама, классический парфюм, был выпущен в 1948 году, переиздание 2010. Формула, конечно, была изменена, немного упрощена, подстроена под современные потребности, но парфюм слепую покупать по-прежнему рискованно, потому что это цветочная классика. Бело-желто-цветочная. Здесь очень яркий жасмин и очень яркий иланг. Плюс персик и слива, телесные фруктовые аккорды, очень чувственные, и пачули, и кедр в пазе. Так что парфюм этот я покупала на свой страх и риск, но я абсолютно не пожалела, потому что это очень красивый цветочно-древесный парфюм с, кстати, небольшим оттенком розы. Но розы здесь не главное. Это очень красивый парфюм, женственный, стойкий, шлейфовый, не на лето, на все остальные сезоны. Второй аромат называется «Грей Диор», серый Диор и посвящен знаменитому оттенку серого цвета компании Диор, какому-то уникальному. Я не знаю, насколько парфюм передает оттенок серого цвета. Кстати, раньше он назывался «Гри Монтейн», формула осталась та же самая. Но, по-моему, это один из самых красивых современных шипров на тему розы и замшевого аккорда. Нота замши здесь не заявлена, указан мох и пачули, но, видимо, сочетание этих двух нот дает потрясающий сладкий замшевый аккорд, который прекрасно дополняет розу. Спасибо моей дорогой подписчице, которая намекнула, что этот парфюм похож на классический аромат «Ботека Венета», который, к сожалению, снят с производства и за которым я охотилась, но поздновато спохватилась. Теперь я охоту прекращаю. Эти парфюмы действительно чем-то очень похожи и «Грей Диор» мне заменит аромат «Ботека Венета». Очень красивый парфюм, очень элегантный, очень женственный, хоть он унисекс, но, мне кажется, он, конечно, в первую очередь женский. Красивая роза, красивая сладкая замша. Отличный парфюм. От «Герлен» у меня тоже всего один флакон, но очень хороший. Это линейка «Аква Олегория» парфюм 2019 года «Ginger Picante». Пикантный имбирь. Для всех любителей цитрусов, имбиря и, конечно же, розы, а также острых специй. Очень яркие лимоны, бергамот. Нота свежего имбиря, вот натертого, натуральнейшая. Нежный оттенок розы, посыпанный обильно острым красным перцем. И кедровая база, древесная. Парфюм не очень стойкий, к сожалению, но он очень красиво звучит, и я ему эту нестойкость прощаю. Я его добавляю с удовольствием и пахну всегда свежо, интересно и нетривиально. «Ginger Picante» рекомендую настоятельно всем любителям линейки «Аква Олегория» и всем любителям несладких ароматов. Эксклюзивная линейка «Lalique». Называется «Les Compositions Parfumées». Парфюмерные композиции. И парфюм «Electric Purple». Электрический, пурпурный, фиолетовый. Флакон, кстати, не очень фотогеничный. Он на камеру норовит показаться то серым, то бурым. На самом деле он такой бледно-сиренево-буркунский. Парфюм, который меня удивил. Он будто из будущего. В нем очень интересный, футуристичный ягодный аккорд. Это вообще-то шипр на новый лад. Здесь есть и почули, здесь есть и мох. Но ягоды... В пирамиде заявлено бойзонова ягода и черная смородина. Но самое главное, что здесь я слышу, это ягоды-черемухи перемолотые вместе с косточками. Это горечь. Это нота мяты. Холодок. Аромат прохладный. Абсолютно ненатуральный. Это не ягодная лукошка. Это, говорю, ягоды космические. И аромат сам космический. Как вот этот флакон. Странный такой. Матовый. Как туман. На другой планете, где растут вот такие странные ягоды фиолетовые. Необычный парфюм. В слепой покупать его не нужно. Но если вы его полюбите, вас будут узнавать по нему. Потому что ничего похожего, например, я больше не знаю. Винтажи. Мало, но качественно. Глория Вандербильд. Аромат называется Вандербильд. 82-го года. И флакон вот этот 82-го года. Он еще выходил под маркой Глория Вандербильд. А не как потом, уже позже Коти. И коробочка отличается. Здесь Лебедь. А флакон такой же точно. Посмотрите. Он как новый вообще. Коробка потертая, потрепанная. А флакон выглядит вот как будто бы только с конвейера. Нигде ничего не облупилось, не потемнело. Ну, пульверизаторы тех лет не отличаются. С особым изяществом. Но работает он прекрасно. И аромат внутри сохранился великолепно. Я не буду его сейчас распылять. Потому что меня муж его не сильно жалует. Говорит. Ну, это ретро. Зачем тебе этот старушачий парфюм? Ничего они не понимают. Это великая Софья Гройсман. Пирамида богатейшая. Но на ноты я аромат этот разделить не могу. Так, собственно, и должно быть. Единственная ярко звучащая для меня нота – это цветок гвоздики. И этим он похож на парфюм Красная Москва. Так что, если вы любите Красную Москву, и вам удастся найти вот эту старенькую Глорию Вандербильд, я думаю, вы не разочаруетесь. Это очень глубокое звучание, интересное. Но ретро, конечно, сейчас такое уже не носят. Смотря кто, конечно. Я вот ношу. Иногда под настроение очень даже. Еще купила я две винтажные, уже можно сказать, миниатюры аромата Трезор. Это духи и парфюмерная вода. Парфюмерная вода со спреем. Коробочка тоже в хорошем состоянии. Купила я, потому что они выглядят точно так, какими я их помню. Такие духи были у моей подруги. И такая вот парфюмерная водичка, крошечная миниатюра со спреем, была у меня. Повторила. Конечно, они уже звучат не так, как звучали раньше. Но основная линия, свежий персик и роза, здесь сохранены. Поэтому я с удовольствием их храню. И иногда вдыхаю духи просто термоядерная стойкость. И очень яркий звук. А парфюмерная вода, конечно, полегче. Она более воздушная. И еще одна миниатюра. Тоже у меня язык не поворачивается. Назвать ее винтажом. Это Алхимия от Рошас. Алхимия. Какая же она красивая. Сохранность хорошая, великолепная. Аромат этот в год его выхода я, естественно, не оценила. Я не носила тогда такие сладкие ароматы. Восточные, тяжелые. Мне они казались просто непонятными и созданными абсолютно не для меня. Но сейчас я купила как, знаете, воспоминания о том времени. Конец 90-х, начало нулевых. Это парфюм, который действительно отражает дух того времени. Очень сильно, по-моему. То есть, там было два ярких типа аромата. Вот такие сладкие, восточные. И второе, значит, свежие. Вот я носила свежие, а вот к сладким, восточным пришла спустя 20 лет. Очень красивый парфюм с фруктами. Очень праздничный, очень нарядный. Но полный флакон сейчас стоит очень дорого. Поэтому я купила миниатюру. Но мне ее хватит на 100 лет. И еще один полноразмерный флакон из того же 1998 года, когда была создана и алхимия от Рошас. Это Пату Forever. Пату навсегда в парфюмерной воде. Была у меня миниатюра. Я влюбилась в нее и купила большой флакон недорого на ebay. Ну, как относительно недорого. Это фруктовый шипр. Один из самых интересных фруктовых шипров, которые мне приходилось встречать. Как в люксе, так и в нише. Очень интересный фруктово-ягодный аккорд. Малина, дыня, ананас. Цветы в сердце и ванильно-амбровая база. Самхом. То есть это полноценный шипр с очень взрывным, ярким фруктово-ягодным аккордом. Ну, который просто невозможно не влюбиться. И я уже знаю, что многие после моих восторженных отзывов купили, кто нашел этот парфюм и благодарили меня, потому что он действительно вообще не устарел. И он очень красивый. Он очень яркий, энергичный, поднимающий настроение в любую погоду. Обожаю Pato Forever. Так. Высокие флаконы отодвину на второй план. Те, что пониже, на первый. Аромат, который чем-то напоминает Pato Forever для меня, они примерно все из одной семьи. Это Eau Provocateur. Провокационная вода от L'Agent Provocateur. Английский бренд с французским названием. Агент-провокатор. К сожалению, снятость. Случайно я обнаружила у себя в кармане куртки пробник этого аромата. Влюбилась и потратила довольно много времени и сил, чтобы найти полноразмерный флакон. Потому что, ну, видимо, была небольшая партия. Это лимитированное издание 2012 года. И все раскупили. Это интересный фруктово-ягодно-цветочный парфюм. Парфюм восточный с нотой миры и амбры. Согревающий, немного шершавый. Очень красивый, женственный парфюм на осень, на зиму. И никто его не узнавал на мне. Но все говорили, что в этом парфюме есть по-хорошему ретро-оттенок. То есть все говорят, что сейчас таких ароматов уже не делают. И мне очень жаль, конечно, что прекратили его выпуск. Потому что Au Provocateur – это один из самых лучших и интересных фланкеров классического аромата. Агент-провокатор. Моя любовь. В январе 2022 года не стала одного из величайших дизайнеров современности Тири Мюглера. Он ушел от нас после тяжелой болезни. И в память о нем мне захотелось купить один из его ароматов, редкий. И я нашла. Мируар де жуайо. Зеркало удовольствия, зеркало счастья. Это один из немногих ароматов с удом, которые я не то что могу носить или вдыхать, а которыми я восхищаюсь. Это древесный шипр, восточный, с большим количеством древесных оттенков, смол, пряностей. И нота уда здесь так органично вплетена. Ну, это не передать словами. Здесь я слышу ноты вишневого кальяна. Это красивейший восточный аромат в шикарном флаконе. Кстати, флакон перезаполняемый. Да, здесь. Мюглер остался себе уверен, но я не знаю, где его можно будет перезаполнить. Если вы найдете этот парфюм, приглядитесь к нему. Если вы найдете его за недорого, то хватайте без пробы, потому что не каждый нишевый аромат восточный отличается таким богатством композиции, такой глубиной звучания. Это великолепный парфюм Miroir de Joyeux. Я, кстати, собиралась продолжить знакомиться с линейкой, но что-то так остановилась на этом парфюме. Ладно, будет еще время. Еще одна. Снятость, к сожалению, аромат от Ungaro, Ungaro 2007. Одна из лимиток во флаконе градиент фиолетовый, уходящий в золото. Купила я этот парфюм после слепых затестов от Лены Урианской. Он мне так понравился. Я тут же бросилась и нашла большой флакон. Аромат Франсиса Кюркджана не просто так. Это очень женственная, яркая, цветочно-ягодно-фруктовая, специевая композиция. Фирменный шафран здесь кюркджановский. Может быть, кому-то он и напомнит Бакару Руш. Но только не мне. Мне здесь, вы знаете, отчетливо слышится нота ягодных леденцов. Тех самых петушков, которые, возможно, многие слышат в Бакаре. Аромат сам по себе интересный, потому что это Кюркджан, у него все ароматы интересные. По-другому быть не может. Из бюджетников, что у меня есть хорошенького? Из бюджетников моя звезда аромат от Жан-Лэ Шерер. Это Пап 01. Интереснейший парфюм с запахом зеленого мыла. Это фужер. И начинается он горькими, красивыми, интересными цитрусами. Это бергамот, это лимон. И потом действительно все это трансформируется в зеленое мыло. Какой-то папоротник, тростник. В общем, парфюм по-хорошему мыльный. Это запах чистоты. Он буквально, знаете, пробивает ваш нос, открывает ваши глаза. Запах бодрости, запах ухоженности и чистый унисекс. За небольшие деньги можно купить интересный, уникальный парфюм. И, кстати, очень даже стойкий. И не похожий ни на что. Единственное, что он похож, это на мой любимый брекен от Амуаш. Ну, то есть вы сами понимаете, да, что парфюм не для всех. И вслепую тоже его покупать не обязательно, потому что звучание такое у него довольно спорное. Легенды парфюмерии в переиздании. Знаменитый Кабушар от Мадам Гре. Аромат 1959 года. Был перевыпущен. И у меня туалетная вода 2019 года. Насколько я не люблю новоделы, классических легенд, очень редко мне они нравятся. Вот это исключение. Очень хорошо здесь передан сам дух парфюмерии конца 50-х, начала 60-х. Вот эта женственность, которая сейчас кажется брутальной, да, унисекс и даже больше с мужским уклоном, это женственность того времени, когда женщины носили горькие ароматы, кожаные ароматы с нотами шалфея, с нотами разнообразных цветов, которые не бьются, не вычленяются. Это действительно аромат очень интересный. И вполне нишево он сейчас звучит, современно. Если вы любите кожу, если вы не хотите отдавать много денег, потому что будете носить кожаные ароматы под настроение, ну, как вот я, допустим, ношу горькие кожаные парфюмы, исключительно под настроение, поэтому покупать дорогой нишевый флакон мне не хочется, он у меня будет стоять. А вот этим парфюмом я пользуюсь с удовольствием, когда у меня есть такой настрой, поносить что-нибудь необычное, то, что я люблю, ягодки там, цветочки, кожу, легкую замшу, а вот такую вот кожу, которая может быть даже похожа немного на кирзовый сапог. Но это очень стильный парфюм, отличный и стойкий, кстати, для туалетной воды он очень стойкий. Он, конечно, не такой глубокий, не такой многогранный, но вполне-вполне достойный. Мне понравился Кабушар от Гре Туалетная вода. Давайте продолжим тогда тему с переизданием классики. Знаменитая Византия от Рошас Бизанс. Перевыпущен. И я, честно говоря, не знаю, почему его ругают. Я его разносила. Это красивый аромат, сладкий, миндальный, вишневый, ванильный, с бобами тонко. Он очень стойкий, он не сильно переливающийся. В нем вот четыре ноты я могу выделить, и в конце он становится очень молочным, очень уютным. Для любителей гурманики. Я не знаю, говорят, вот противный парфюм. Ну, как может быть миндаль противным, или вишня противный, или ваниль. По-моему, очень хороший парфюм, и бюджетный, совершенно недорогой. Зимний гурманский Бизанс на новый лад. Сравнивать его с оригиналом смысла нет. Это сам по себе хороший, приятный зимний парфюм. Обволакивающий. Два аромата у меня от Нарсисо Родригеса. Во-первых, кубик. Нарсисо. Оду Парфюм Кристаль. Очень красивый флакон. Мне кажется, гораздо более выигрышно. Он смотрится вот в таком прозрачном исполнении. Он переливается, играет. Нежный аромат розы. Уходовой косметики, мускуса, пудры, помады и женской красоты. Красивый аромат, очень его люблю. И вторая роза, совершенно другая. Это уже другая линейка. ФОГР. Мюск Нуар Роз. Черный мускус с розой. Отдельный обзор у меня на него есть. Сладкий, ванильный. Немного миндальный, чуть пудровый. Аромат с розой. Очень уютный, очень приятный. И для всех любителей марки Нарсисо Родригес это отличный подарок. Кензо. Лу Моу Де Бо. Про этот аромат я тоже уже несколько раз рассказывала. Очень свежий. Пахнет томатной ботвой. Пахнет черносмородиновым листом. Аромат энергайзер. Аромат батарейка. И источник бодрости и хорошего настроения. В красивом флаконе. Два аромата от Версачи. Ну, люблю я эту марку. Просто обожаю. Мне кажется, на повседневку один из лучших брендов. Самые женственные, самые легкие, самые приятные ароматы. У Версачи Ванитас. В туалетной воде я купила на лето. Свежайший. Яблочко, груша, игристое вино белое. Чайный аккорд. Ледышки. В стакане. Ну, просто великолепный парфюм на лето. Очень освежающий. И Версачи Yellow Diamond Intense. Я купила в пару к своему любимому желтому кристаллу. Ароматы отличаются. В версии Intense уже нет мимозы. Но зато есть приятный грушевый аккорд. Эти ароматы, они оба содержат грушу. Но здесь она совсем по-другому обыграна. Здесь свежесть. А здесь уже такая женственность. И большая цветочность. Оба люблю. Вообще, все свои Версачи очень люблю. Летняя несерьезная тема у нас продолжается. Красные шарики, мадженто, да, в сочетании с зеленым цветом жидкости. Но очень несерьезно. Catch Me Lo от Кошарель. Тоже снятость, к сожалению. Купила вслепую, понравился флакончик. И искала на лето что-нибудь с чаем. Чай, фрукты, цветочки, мускус красивый, несерьезный, приятный, очень комплиментарный шлейф. Вот я люблю несерьезные ароматы. Для молодящихся дам за. Не вижу в этом ничего плохого. Обожаю такие вещицы. И в руках держать приятное настроение. Они поднимают. И возрасту убавляют. Чего уж там. Еще одна несерьезная тема. Туфелька от Каролины Эреры. Very Good Girl Glam. Новинка 2022 года. С блестками. Вишня, роза, миндаль, мускус. Очень красивый аромат. Мне он понравился. Купила вслепую. Думаю, что-нибудь нужно с блестками к Новому году. Абсолютно не жалею. Это первая туфля, которая мне понравилась. И которую я ношу с удовольствием для всех любителей вишни. И для всех любителей красивых-красивых ягодно-цветочных шлейфов. Со сладким миндалем. Еще одна Каролина Эрера. C.H. Le 2017 год. Совершенно не люксовая пирамида. Совершенно нетривиальное звучание. Вообще аромат меня, конечно, приятно удивил. Тоже покупала вслепую. Из-за большой скидки. В магазине Мессис. Кардамон. Нероли. Цитрусы. Чай. Древесина. Чай маты. Там много-много всего. Но в целом получается не сладкий. Довольно свежий. Очень-очень шлейфовый парфюм. Комплементарный. Не только на лето, но и на осень, и на зиму, и на весну. Это повседневный парфюм, который запросто может стать вашей визитной карточкой. Но если вы его, конечно, найдете. Наверное, поскольку лимитка, то уже снятость. Но вот прямо я приятно удивлена. Каролина Эрера вообще молодец. Она меня два раза удивила. Давайте по новинкам еще тогда пройдемся. Это Ланком и Доль Нектар. Аромат фруктовой корзинки. Еще один энергайзер во флаконе. Обещали попкорн, обещали карамель. Ни того, ни другого. Действительно, вот много-много фруктов. Тропических, экзотических. Аромат фруктовой тарелки на Новый год. И цветы, мускус, шлейф для любителей. Все линейки и Доль. Если вам нравится предыдущий аромат, этот вам понравится точно. Он еще, знаете, поярче как-то и поинтереснее за счет вот этих фруктов. Мне понравился. Я ношу его с удовольствием. Но, вы знаете, он может быть навязчивым. То есть его надо пробовать. И его нужно наносить очень умеренно. А вот аромат от Ботега Венета. Иллюзионы тонко соляр. И можно хоть облиться. Я его разнашивала вот сейчас, когда брала с собой в отпуск. Короткий на море. Который, к сожалению, быстро закончился. Ой, какой он свежий. Какой он прекрасный. В нем прослеживается дух оригинального аромата Иллюзионы. Но это в воздух. Это свежесть. Это каникулы на море. Прекрасное сопровождение. Если вам нравятся свежие ароматы. Но при этом без водных оттенков. И без озоновых. То есть он достаточно плотный. Но при этом не теряет своей свежести. Потому что мускусный. Ну, красивый аромат. Иллюзионы. Очень довольна. Перед тем, как мы перейдем с вами к нишевым ароматам. Покажу парфюм своей новогодней ночи. Это Клоэ Номад Абсолю Де Парфюм. Аромат, который не перестает меня удивлять. Я покупала его как фруктовый шипр. С нотами сливы Мирабель. С цветочными оттенками. С мхом и почулями в базе. Но сейчас, чем дальше, тем больше проявляется та самая нота даваны. Которая на мне раскрывается полынью. Это такой приятный сюрприз. А в магазине, в тестере, говорю, мне показалось, что это то, что в пирамиде, то и во флаконе. И мне это понравилось. Я это купила. Но сейчас, когда появляются ноты полыни, которые я так тщетно ищу уже много-много лет. А тут мне их дали. Даром, можно сказать. Сюрприз. Удивительный парфюм. Я буду с ним еще общаться. Что он мне еще там преподнесет, даже не знаю. Вот вам и нелюбимая линейка Номад. Вот аромат, подарок мне на день рождения от Roger Parfums 51. Конечно, можно было мне его подарить и на пару лет пораньше, чтобы цифры совпадали. Но я, честно говоря, не в претензии. Я так долго о нем мечтала. Я так долго ждала его. И вот он у меня. Этот прекраснейший цветочный парфюм. С малиной, со смолами, с древесиной, с богатейшей пирамидой. Но для меня это цветочная классика. Вот один он будет у меня цветочный. И все. И больше мне не надо. Roger Dav, конечно, знает, как покорить женское сердце. И аромат 51. Но у меня нет вообще ни одного негативного впечатления о нем. В нем все прекрасно. И стойкость, и шлейф, и звучание, и качество ингредиентов. Ну, в общем, все. Все прекрасно. Ой, еще один супер любимый аромат. Кто бы мог подумать, что я влюблюсь в аромат от Killian. И куплю его себе. Moonlight in heaven. Лунный свет в раю. Я не знаю, как там в раю. Но парфюм этот действительно предоставляет все возможности для того, чтобы очутиться мысленно хотя бы. В каком-нибудь райском побережье. Это тропические фрукты. Это манго. Это кокос. Это цветы. Это цитрусы. И такая красивая ваниль в базе. Ну, в общем, это фруктовый коктейль с цветами. Лучшее сопровождение на курорте. Где-нибудь. На морском отдыхе. Прекрасный парфюм. Как после него пахнет массажная щетка, которой расчесываешь волосы. Как пахнут вещи. Платки, платья, купальники. Все им пропахло. И на коже он очень деликатен. Он ненавязчивый. Прекрасный парфюм. Женский, девичий. Никакой не унисекс. Это наш. Это наш. Оставьте это девочкам. Лунный свет в раю. От Килен. Обожаю. Еще один синий флакон. Но аромат совершенно другой. Это The Different Company. After midnight. После полуночи. Парфюм тоже на цветочно-фруктовую тему. Но он совершенно с другим настроением. Это воздушный, свежий, акватический парфюм. Чуть сладковатый. И пахнет он для меня питуньями и душистым табаком. Пахнет нежными, ночными цветами. Которые днем спят, а с заходом солнца начинают благоухать. И там где-то водоем, может быть бассейн, может быть фонтан. Но ощущение воздушности, водянистости, в хорошем смысле слова. И приятный, приятный очень легкий шлейф. Но не сильно стойкий парфюм. Что у нас еще здесь есть? Синяя тема нас не оставляет. Женский аромат Figment от Amouage. Здесь бархатный синий постамент. Ой, об этом аромате тоже не скажешь в двух словах. Просто нужно понять. Этот цветочный взрыв, эту лаву раскаленную, цветочную, из туберозы, жасмина, лилии, иланга, гордынии. Всех самых опасных провокационных цветов. Плюс ладом. На коже может раскрываться у кого-то некрасиво. На мне раскрывается нежностью. Что для меня самой было очень удивительно. Я боялась, что действительно там где-то будет птицеферма рядом пролетать. Ничего подобного. На мне это красиво. На мне это нежно. Это цветочный, восточный парфюм. Дивный, дивный. Абсолютной красоты. И в такой же степени загадочности. Потому что неизвестно, как он поведет себя на вашей коже. Очень индивидуальное раскрытие. Напишите, как у вас. Два аромата от Costume National. Люблю такую нишу с человеческим лицом. Стоит не так уж и дорого. И можно пользоваться на повседневку. Сент-гласс. Женственный, офисный, нейтральный вариант. С цветами, с розой, с туберозой. Ненавязчивый. С мускусом. Свежий, приятный. В меру строгий. И джей. Джей это уже унисекс. Тоже свежий, но больше древесный. Акватический. Не могу сказать, что уникальное звучание. Что нужно гоняться за этими парфюмами. Но если вы хотите действительно качественный. Не очень дорогой. И отличающийся от массового производства аромат на каждый день. То вот Costume National. Очень-очень хорошая марка. Такая. Говорю, ниша с человеческим лицом. Коллекция Ormond Jane неуклонно пополняется. Аромат, которому я раньше не сильно благоволила. Ormond Woman. А теперь купила самый большой объем. Ну что мне могло там не понравиться. Ну объясните мне, пожалуйста. Аромат очень сложный. На хвойную тему. Но непростой. Это не гог, не шишки, не йог, не сосна, не можжевельник. Это вот что-то особенное. Та самая цуга, что ли. Я, честно говоря, не знаю, как пахнет зелень цуги. Но здесь в сочетании с кардамоном, со сладкими нотами, получается некая хвойно-специевая плотность. Аромат хоть и молекулярный, но он не прозрачный. Он достаточно плотный. Если вы хотите вот такую лесную молекулу, то это не сюда. Это аромат действительно плотный. В нем смолистая база. И я в восторге от него, честно скажу. И его много не надо наносить. Этому не хватит на всю жизнь, точно. А вот если вы хотите прогуляться в лесу, то это эссентрик 05. Да, это действительно запах хвойного леса. Здесь и можжевельник. Здесь и кипарис. Здесь и прогретый солнцем древесина. А зимой это запах новогодней елки. Он раскрывается, кстати, в разную температуру по-разному. Когда-то больше можжевеловый, когда-то больше сосновый. Вот хочу, чтобы им тоже здесь пахло. Унисекс горький. Совершенно не сладкий. Сейчас вот он даже какой-то йодистый немножко. Ой, как я люблю эссентрик 05. Как я люблю молекулы. Как я люблю Новый год. Что у нас с вами осталось? Что ли, все? Не может быть. Да. Вот так. Я думала, что я буду сидеть здесь до утра, вам все рассказывать в двух словах о каждом аромате. А они уже все закончились. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Напишите, какой был ваш аромат новогодней ночи в ушедшем 2022. И поздравляю вас со всеми прошедшими праздниками, а также с наступающим старым Новым годом. И надеюсь, Новый год будет гораздо лучше предыдущего. Большое спасибо, что подписались на мой канал. Если еще не подписались, пожалуйста, сделайте это. И до следующего видео. Я желаю вам доброго здоровья и отличного настроения. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok